Начинаем смотреть. Поехали, поехали, поехали. Опа. Какая сейчас, кстати, статистика у Team Spirit? У Team Spirit? 1-2, это последний матч. Да, проиграли они как раз-таки кайпи у нас. Если они проиграют веги, то они у нас не выйдут, получается, по личным встречам. И выйдут. Вон 7 дальше пойдет месить на фариончике. Пойдут собирать экспу. Ну, кстати, Team Spirit, Team Spirit, Вега довольно-таки интересное противостояние. Европейские братья друг против друга. Вега, Оракла банят. Часто вот этот Оркл уходит в бан. И это уже такой, знаете, выход, да, вот в Дарксира, Свена, там, Дарксира забанили в ответ на Оракла. И решили то, что не хотят отдавать связку Дарксир плюс один. Кстати, в Вега очень много играли эквалы на мажор с Дарксиром. Они играли Дарксир, Баратрум, вот обузили тогда эту тему. Поначалу многие думали, что это прям такая имба за счет того, что в Баратруме чуть-чуть поменяли механику чарджа. И вот он под Суржом просто на нереальной скорости сейчас. Я вот тоже думал, что это имба. Я понял, что это не имба после того, как сыграл одну игру против Джаггера. Против Джаггера, да понятно. То есть, условно, против таких как бы дефолтных контрпиков это все равно как бы не работает. В целом, да, это стало сильнее, эффективнее, но... Так, у нас в пуле остался Магнус и Прист. Да, но Магнус в Вега, я думаю, возьмут. Они хардкеры любят у нас. Ну, блин, короче, Прист, Дазл тоже... Просто если ты возьмешь Приста и отдаешь Магнус плюс один, уже как-то тяжело. Да, потому они как бы разрывают эту комбинацию. Мне интересно, кстати, увидим ли мы сейчас Магнуса, мы пока вы на турнире видели... Вот сейчас я уже сто раз говорил, видишь Магнуса, то есть нужно брать Акс, Акс, Рубик, скорее всего. Акс, Рубик? Да. Ну, я бы взял... Ну, значит, сейчас заезжает Антимаг и как бы ты наигрался. Ну, либо Шадоу Прист, Акс. Шадоу Прист плох. Шадоу Прист, Акс тоже. А Шадоу Прист, Акс мне нравится. Либо Шадоу Прист именно как наш, как тройка какая-то, точно плохо, потому что все керри дефолтные, они хороши будут против Дазл. Да, так я же, ты берешь наш Шадоу Прист, Акс, и вот эта линия, она уже сумасшедшая. Вот ПА-шка. Решили не отдавать универсальный керри. Нет, так куча героев, сейчас против ПА много героев есть. Это плохо, да. Тут и Сларк, и Тиро Блейд сейчас может заехать против ПА-шки, короче, куча опций. В общем, они тотально игнорируют Магнуса, просто берут своих героев. Вот они ПА-шку пикали до этого на ферст пик, Ир Спирита рейтили Биверу. Бивер, наверное, он, кстати, играет очень круто. И пока что делает вид, что они играют не против Магнуса. Ну, это интересно, возьмут ли прямо сейчас какого-то керри уже под Магнуса и дальше будут добирать у нас героев. Да блин, они сейчас могут опять же брать этого Приста и уже как бы линии ставить очень интересно. Ну, Дазл Прист мне не очень нравится комбинация. Ой, да, Дазл просто спейсить будет, пока Магнус с кем-то будет качаться. Не, ну, кстати, их можно вместе на одну линию отправить, как, знаешь, тройка Дазл, четверка Магнус. Ну, вот Дазл взяли. Это Дазл. Ну, понятно, да. Кстати, это действительно так и может быть такая дабла, типа, потому что с Дазлом ты хочешь милишника какого-то отправить, если он тройка. То есть, вот мне почему-то такая чумка, что это... Мне с Дазлом больше хочется отправить героя, который с Сумоном и этот Сумон, какой-то Кабан, будет бежать и яд простакивать. Вот это круто. Да, тут ты прав. Но все равно с Магнусом такая дабла, которую можно нормально снять. По крайней мере, я вижу такой вариант. Ну, посмотрим. Дазл просто это мощнейший задел на спейс. И Эрспирит там супертяжело убивает там, где Дазл есть. И в целом, скажем так... Бингу убрали. Ну, да, короче, все... То есть, это просто герой, который сейчас даст спейс Магнусу плюс одному, который будет качаться. И я бы убирал сейчас Слардара, потому что Мортрет и Слардар — это комбинация сильная. Дузу брали. Короче, странно. Почему? Зачем банить Дузу? Дузу нормально, потому что, как мы видели, Дузу Мортрет уничтожает очень сильно. Вот как-то вообще Мадара умирал за секунду от этого Сумгейза. А под Магнусом эта Медуза разгоняется просто, не знаю, как на спидах. Слишком много героев пуля еще есть. Есть Сларки, есть ТБ, есть Антимаки, есть Джаггер, кого угодно можно взять. Или они, получается... Ну, можем понять логику, что других они, допустим, хорошо, они могут не бояться. Ну, что-то посмотрим. Ну, вот я Слардар убирал, чтобы у Мортрет не было просто комбинации какой-то, чтобы они уже что-то выдумывали, а ты уже, скажем так, по апкастам будешь уже впереди сильно. Ну да, Венга — это точно хороший бан, и тут либо какой-то Фурион, пока я вижу, в пару идет к земле, но он будет плох против кэри команды Вега, либо какой-то Слардар, который просто забустит Фантомку. Но Слардар, честно, мне нравится меньше других персонажей. Нет, мне тоже, это хотя бы комбинация, но в целом, да, Слардар, как видим, пока что он линию проигрывает почти всегда. А, ну да, мы забыли, кстати, Хускар, как раз которого против Спирид все банят, да, потому что они его в мид уверенно пикают, и он неприятен, против него сложно подобрать героя в мид, на самом деле. Поэтому это классный бан. Ну, плюс его часто берут, они как раз раскрыли эту карту, что они его любят. Да, Хускар хороший бан, мне нравится. Ну, а здесь нужно либо убрать какой-то керри. Мне кажется, тут мало смысла убирать какой-то керри, потому что этих керри тут еще воронки. Тележка больше боятся просто, вот, и все, в котором видят действительно проблему керри, с которым не смогут справиться. Вот они медузу убрали, и по такой логике можно еще кого-то убрать. Ну, медуза совсем страшная была. Антимаг, возможно, или это не такая проблема? Тут больше, возможно, еще Терриблэйд подойдет, потому что есть Шадоу Прист. Вот. Пока что нет супер большого урона по иллюзиям, я думаю, мы посмотрим. Тут, возможно, можно потянуть скором, чтобы видеть, кого именно лучше взять под импавер. Кунку убрали на Куныря. Очень интересно. Не будет Адмирала. Значит, предполагаю, что Даззл не мид. Получается так. Ну, Даззл может быть у нас тройкой, четверкой, пятеркой. Тут на мид тоже. Но конкретно вега, мне кажется, его будут использовать на другую позицию. В миде, мне кажется, мэйш на каком-то другом. Ну, сейчас надо по третьим пиком все станет ясно сразу, что хотят. Ну, да, более-менее должно по пикам вырисоваться. То есть сейчас должен появиться либо еще один суппорт. Ну, вот, не-не, сейчас вот, опять же, Team Spirit. Видите, Акса. Вернее, выйдем Магнуса и герой, который будет под Магнусом. И Шадоу Приста. Кстати, пока что Акс приколен. Он реально против Даззла. То есть, ну, Даззл на линии, конечно, очень напряжная против Акса, как суппорт. Но по игре Акс хорош, что он игнорирует грейв, может щелкать героев. Да, тут Акс выглядит суперкруто. Именно по игре Акс выглядит лучшим вариантом. Я бы его четвертым где-то брал. Я бы сейчас все-таки пикнул. Не, можно брать и третьим. В любом случае нужно брать Акса. Прямо в любом. Какие рейнджевые сапы у нас остались еще в пару? Кирспириту, которые здесь могут появиться. Какая-то Виверна, наверное, да? Но слабый лайнинг. Пока что не очевидно, почему именно Виверна. Но в целом, да, она приходит на ум. Чен. Сильный лейнер. Подожди, а кто у них на Чене? РМН, да? Да, но, кстати, Чен классный пик. В том плане, что он засекюрит линию у нас. Ну, вот Чена, я вижу, часто берут многие команды против Бестмастера. Но тут Бестмастера нет. Ну да, но Бестмастера можно просто через топори тоже вкачивать. Но здесь вопрос. А, ну может быть, это герой для того, чтобы бафать Мортрет. Вот такой вот выбрали, такого рода героя. По сути, да. Он дэмэджем бафает, хеперигеном и атак спид. Как бы тоже классно очень. Так, ну а что нам нужно веге? Магнус, тройка, скорее всего, Дазл. Честно, как-то вот на Дазл Магнус, в общем, мне пока не очень нравится совокупность героев. Нормально, абсолютно нормально. Но сейчас будет еще один саппорт, либо кор позицию? Я бы кора хотел увидеть после. То есть я бы сейчас открывал саппорта. Саппорт. И уже будет более-менее ясно у нас... Какого кора хотят взять? По позициям. Сейчас саппорт, 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 саппорт. Саппорт, который идет вперед. Да, да. И, кстати, нету... Драстик. Ну, милишник, разве что какой-то, типа, вот да, свэм. Свэм. Да, вот, саппорт, который идет вперед. И тут будет замедлительно. Ну, Брю очень классный. Ну, я бы отвечал... Короче, мне нравится Джаггер пока что. И Антимаг нравится. А Сларк бьет Мортрет? Сларк... Если Сларк бьет Мортрет, тогда тут 100 Сларк, 100 СТА, потому что и Ерспирита все скиллы снимает. И Чен ему ничем не угрожает. ТБ мне не нравится, потому что Панда диспелит. То есть, а так, типа, это какой-то Антимаг, Джаггер. Джаггер Чен хорош. Да, сейчас, кстати, Чен... Раньше Чен такой был очень неприятный против Джаггера. Но сейчас Чен со своими крипами не настолько, как бы, опасный. Он поздно этих крипов берет. Он сейчас такой больше бафами, как бы, бустит своего керри. Поэтому Джаггер не особо опасается. Ну, Джаггер это просто хороший герой против земли и Панды очень хорош. Вот это правда. Но, блин, я как-то играл Джаггером, ультанул Мортрид, она нажала свой скилл, и я ее не убью. Это что-то честно. Антимаг. Но на нее контроля нет. То есть, он здесь тоже выглядел сильно, потому что его только пока земля неприятная. Да, то есть, видно было вот эти коры, которые они могли взять. Тиррилблейда не взяли, потому что Панда. А между Старком и Антимагом решили взять Антимага. ОД должны забанить. ОД выглядит очень хорош против вот этих Свенов, Магнусов, Антимагов. То есть, хотя все равно проблема с контролем будет. Но еще в мид, да, Кунка у нас в бане. Короче, проблематично будет для Спиритов подобрать какой-то... Дракон, Драгон Кнайт. Да, ДК. Дефолт и ДК. Драгон Кнайт под Драгон Кнайт. И, согласен, Банша, она как бы интересная. И Сайленс есть, и Улс я поднимет. Там нету бурста, если заметите. Там урон такой постепенный. ДК сами убрали. Что же они тогда хотят взять? Я, честно, не догоняю. Ну, им нужно взять героя, который пойдет сносить в ушки. Одного из них они себе убрали. Причем ДП, кстати, по-моему, хороша против ДК. И кого они возьмут тогда? ДП это супер такой, знаешь, вариант. Мы ни разу не видели ее пока в новом патче. На каких-то таких турнирах отборочных. Когда-то же любой герой для чего-то нужен. Я согласен. Вообще бы его тут просто не брал. Дайан, что-то другое. Нужен просто герой, который пройдет, вот это все продает. Потому что это все, что сейчас пока есть у Веги, это жадно, без намека на тимфайт вообще. Кстати, Дайан, троллем TheCrit много очень спамил в пабе. А так... Такого я не вижу. Реально хорошей опции, честно. Как-то пик спиритов сейчас, он в такой какой-то стадии, в том плане, что антимага этого сложность сейчас будет закрыть. То есть ты его либо продавишь, пропушишь ченом, таким бремастером, либо ты на таймере против Магнуса антимага на диком таймере. ОД выбрали, про которого я уже упоминал. ОД это лучший персонаж, в том плане, да, контроля он не добавляет, но он реально режет всю команду веги. Вот этих четырех героев он реально вырезает. То есть его плюс в том, что на чем может одного героя застрелить, того же Даза, да, какого-то в драке, чтобы он никого не засейвил. Он очень хорош. То есть нужно в мид какого-то в утилите героя пугна, все равно мне нравится. Да, ну тогда зачем ОД убирать, если ты пугнаешься пикать. А? Ну, загадка. Вопрос без ответа. Это бетрайдер. Батруха. Так, а, там Магнус медовой, походу. Ну, они зафлексят, как им удобней. То есть, но пока выглядит так. Тем более, что Кезу все-таки у нас на бетрайдере много играет. Это вот такой один из сигнатурных. Пока что это похоже на бетрайдера. Ой. А, слушай, нет, знаешь, как может быть еще? Стой, может быть, Дазл мид? Не, ну так, для антимага слабая линия. Дазл с антимагом должен десекировать линию. Короче, пока выглядит примерно так, что Свен бетрайдер, антимаг Дазл и Магнус мид. Я вижу вот. Ну, да, примерно так. Так, либо Магнус четверка, Свен пятерка. Так, а нельзя... Я вообще не понимаю, зачем здесь бетрайдер пикнуть. Что можно, интересно, легионку какую-то пикнуть нельзя? Да нет, нет, ну зачем? Просто нужно взять кулак, которым ты пойдешь и продавишь. Вот там вообще слабина. Я просто против бетрайдера что-то такое, чтобы снимать еще, возможно, его ульту. Нет, такие герои классные. Захилить можно. Сейчас я вот думаю. Но я в затруднении кого-то пикнуть. То есть просто я не вижу классных героев сейчас против антимаги. Лон Друид может еще. ДВ или Лон Друид я ставлю на это. Просто казуальный СФ опять появляется. Просто СФ, да. Что он здесь будет делать, непонятно. Я пока не представляю вообще. Вообще вообще прикол. Вот СФ и Мортард уже второй раз видим эту комбинацию героев. Арморс снижает оба или что? Слушай, это либо мисклик Мадара на Даззле, а мейдж на антимаги. Честно, либо это какая-то задумка. А поменяться, кстати, они не смогут, по идее. Сейчас же нельзя меняться. Сейчас нельзя. Потому что все-таки Мадара на антимаги никогда не выпускала возможность сыграть. Либо же, знаете, с чем это связано? Мне кажется, это связано с тем, что может мейдж на Даззле коробом не играет, а Мадара играет. А мейдж играет на антимаги? А на антимаги он якобы может сыграть, там в фабе играл. Я не знаю, но сыграть на Даззле не особо проблема, мне кажется. Давай как раз преддикшены под коэффициенты, смотрим коэффициенты и ваш прогноз как раз на эту карту. Мне очень не понравился SF, честно. Мне кажется, это вообще не тот герой, который нужно было взять. Ну, однозначно они здесь на таймере. Хотя битрайдер мне тоже непонятно. Team Spirit могут попробовать продавить. Я вижу недостаток тоже и у Веги к подрафту, но Магнус с антимаг, мне кажется, пока не проигрывают. Вот так, посмотрим, посмотрим, не проигрывают. А еще непонятно, почему на антимаге не Мадара. Да, это тоже вопрос, который как раз таки будет уже решен во время игры, друзья. Не забывайте, что специально к нашему турниру ES.bet подготовил страховку для всех ваших ставок на vplay Winter Madness. Ссылка находится под стримом, регистрируйтесь прямо сейчас. Ну а я с превеликим удовольствием передаю слово комментаторам. Это друг и бафик. Спасибо большое студии аналитики. Возвращаемся. Наши волшебные сани. Алексей, Дмитрий, друг, бафик. Волшебные, потому что меня выдерживают или что? Почему они волшебные? Прочность не есть волшебство, прочность есть физическое свойство. Очень интересно. Да, я такой. Хорошо. Хорошо, посмотрим дотку. Все, да, теперь мы можем посмотреть доту. Начинаем по определению с паузы. Идентичные показатели сейчас у команд. Один, два идут ребята. А я говорил тебе? Поэтому надо стараться, надо выкладываться, потому что борьба тут не шуточная. Все после первого места непонятно. Вот там первое место уже за собой застолбили ребята из Ноупенгальера. Вот дальше беда. Дальше надо разбираться. Даже Каипи, которые не очень начинали и то... Да, они ввязались в борьбу, они сравнялись по факту сейчас с этим мигом 1-2. 1-2 тоже? По-моему, 1-2. По-моему. Каипи, да, сегодня, если играют, решающую, скорее всего. А, у них 0-3 было, 1-3 у них сейчас. 1-3 у них, да. Да, значит, ну кто-то из этого матча выйдет с результатом 1-3. Возможно, у нас будут даже переигровки с Каипи, вау. Ну, если там только не личные встречи, тайм по времени, знаешь, вот это... Помнишь, раньше было определение тайм что-то там... Тайм финишн. Да, тайм финишн. Кто быстрее сыграл, тот выиграл. Да, не-не, ну было, конечно. На самом деле, даже сейчас это есть на самом... Я не хочу это знать. На Инте работает система на квалификациях, идут переигровки, идут переигровки, потом вторые переигровки, если две переигровки не лишаются, третьи переигровки учитывается уже тайм рейтинг. Ну, это прям совсем. Ну, это уже надо... Ну, это вот, это правда, на Инте такое было. 40 раз переиграть. Даже последние квалы Инта такое имели свойство. Ну, это три команды должно переигрывать. И, короче, там очень много всего должно совпасть, но... А что мы вообще об этом говорим? Просто так. Просто? Ну, пока пауза была, могли позволить себе. Ну, вот уже нет паузы. Ну, кстати, был шанс забанить антимага у Спирит, но они не стали. Они убрали Кунку, они убрали Медузу и Кунку. Антимага оставили. И антимаг Магнус сейчас у Веги. Причем вот специфически так сложилось и исторически, что Вега в основном играет Магнусом именно на четвертой позиции. Вот у них раз за разом МНТ катает на нем, да. И вот они бегают за антимагом, бафают его всю игру. В общем-то, частенько я такое уже видал от них. Да, да, да. Ну, и минус. Первый минус. И забирают не кого-то там. Забирают Коры, забирают центральную линию. Нет, не центральную. Забирают Мадару, который стоит в сложной линии на Дазле на боковой А. В центр поставили Бетрайдер. Ну, отметили наши аналитики, что вот так не совсем стандартно по позициям получается. Мэйч в итоге играет на антимаге, что нечасто увидишь Бивер. Пострадал немного, выходит в размен по здоровью Вега. Да, но пока тяжеловато, когда три героя против тебя, а у тебя два персонажа, ну, это не хватит. Надо что-то придумывать. Ну, они стянули сюда Магнуса. Да, но улетает в то же время, второй саппорт улетает на верхнюю линию. Так и получится, да. Магнус плюс Дазл. Вообще невероятно редкий матчап. Во-первых, Магнуса не часто забирают в мире коллектива на четвертую позицию. Во-вторых, Дазл, который стоит сложную линию и в исполнении Мадары, который обыкновенно стоит легкую линию. Мэйдж вообще сместился на линию верхнюю. Ну, а в центре стоит номинальный хардлейнер Вега Сквадрон. Ну, против трех героев будет тяжело. Против двух будет очень легко, потому что буст Магнуса и так по немалому урону Дазла будет очень существенный. То есть ты просто повышаешь атаку себе, Дазлу и идешь бить вражеских героев. Они ничего сделать себе не могут. Но когда их трое, они, естественно, сильнее. Они толпой наваливаются и спокойно вас убивают. Поэтому надо дождаться, пока кто-то стянется. Кто-то это, скорее всего, оверспирит. И тогда играть агрессивно. Да. Ну, вообще, Харас потенциал у этой парочки очень сильный. Это факт. Даже когда саппортов мажут Эмпауэром, они больно пробивают. А когда корвый Дазл, у которого быстрые нулики появятся, который может идти постоянно бить, хилить, поливать ядом. Я думаю, что и триплу могут выровнять ситуацию, более-менее загнобить эту триплу. Интересно, что и одна, и другая команда лишь одним вардом обошлась. Вот у одних внизу стоит, а у других в центре. Мадара гибнет. Ну, это вполне ожидаемо. Еще раз говорю, пока здесь три персонажа, ничего хорошего для Веги там не будет. Опять же, первые уровни, они знают, идут вперед. Все прекрасно знают, что у него нет хила, что там никакого Грейва, понятно, не появится в ближайшее время. Ну, что там Позен прокачан. Они это знают, и пока первый уровень Дазл, у тебя вообще вариантов подсейва никаких нет. И как тебе поможет Магнус? Да не так. Ну, обычно в таких ситуациях, вот как делают. Идет саппорт просто и ведет крипов тебе. Вот Магнус им можно это позволить. Он такой довольно плотный персонаж. Кто тебя может атаковать по-хорошему? Эрспирит вкатится, обыграй его, увернись, если видишь, что он катится. Там скьювер есть тем более. Да, скьювер есть, плюс больше одного контроля нет, оглушение не такое длительное. Вот Эрспирит на старте, чем пока тянется, у тебя Дазл крипов побьет на линии. И просто иди водить крипов. Посмотри, наконец-то начинают они это делать, но уже нужно понимать, что два убийства состоялось на этой линии, и МНТ оказывается под ударом. Но пока МНТ этим занимается, его товарищ по команде фармит. Все, МНТ выиграл время, побил крипов Дазл. Двухгероев на себя стянул. Почему такого не делали сразу? Вопрос, так сказать, знатокам. Да, сейчас надо выровнять только нам по позициям Нетворса, и более объективная картина станет. 12 на 9 Фантом Ассасин. На второй позиции должен быть Антимаг. 12 на 5 у него. Близко друг к другу идут. Интересно, что вообще не оставляет пока что шансов Бутрайдер Брайлу. Обрати внимание на Крипстат, и Кезу постоянно агрессивничает. Причем Кезу на Бутрайдере, номинальный оффлейнер команды, знает тонкости этого персонажа. Да, да, еще и матчап 1 на 1. Ты же понимаешь, что ты на Бутрайдере обычно против даблы стоишь какой-то. А тут соло-убийца против тебя, не такой уж и убийца. Полетел за вышку Брайла, а рискует Брайла потерять. Бивер промахнулся, и Брайл отправляется в таверну. Кезу может еще и безнаказанно уйти. Отсюда Бивер потратил Болдер. Пачку крипов идет за собой, поливает их, хочет, чтобы они погибли, отдается вышке. Супер момент для Кезу, по той простой причине, что он стянул двух саппортов сюда. И сейчас развязывает руки внизу. Намного проще будет дышать Веге. Можно даже немного поднапрягать, наверное, Фантомку попробовать. Выровняйте, пожалуйста, нам Крипстат, если можно по позициям. Спасибо. Ну вот, Фантом Ассатин 19 на 11, 19 на 8. Близко идут. Антимаг Пашка рядом с собой. Пашка, я так сказал, как Пашка. Классно. Да. В центре атака. Бивер выкатывается, подтягивая к своей команде Кезу. Его избивает, но Кезу идет агрессивно и сжигает Брайла. Вновь все верно делает Кезу. И посмотри, насколько сейчас сразу проще становится на боковых линиях, когда вот столько внимания саппорты уделяют центральной. Молодец. Кезу он сейчас команде очень помогает. Очно и заочно. И он делает дважды фраг на своем мидере, получает опыт, получает золото гораздо больше, чем... Конечно, конечно. СФ с этого вообще ничего не имеет. Абсолютно. Ну, для СФ это не страшно. Я уже сколько раз говорил, и всем это давно известно, что СФ может хоть пять раз погибнуть в центре. Он очень, конечно, любит получать в центре хороший фарм, но по большому счету этот герой всегда свое получит. Он пойдет в лес, пофармит, у него такая возможность имеется. Ну, в идеале ему подстакать, конечно, нужно. Он линии фармит, быстро толкает. Так что СФ из игры редко выпадает прям так, чтобы совсем. Да, пока тяжеловато, но наверстать упущенное СФу нетрудно зачастую. Скан использовали вега, понимая, что снова могут выйти в центр на Брайла. И так и есть. На скане палится Чен, который заходит за тенден вышку. Брайл решил просто оттянуться. Ну, три баунти будет для веги. Там пытался четвертую забрать Магнус, но Фантомка оказалась немного проворной. Ну, кстати, Фантомку сразу атаковали. Есть блюр. Вот тоже такая штука неприятная, часто может сработать. И не продлишь яд. Вот это неудобно, может быть. Но вроде попадает пока что. В первом уровне не страшно. Ну, фармит хорошо Фантом Ассасин. Почти так же, как Антимаг. Реально, крип в крип идут они. Я бы не сказал, что это... Ну, да, ты верно говоришь, что это хорошо для Фантомки. Но я бы не сказал, что это в целом для команды Спирит хорошо, потому что таким фармом Антимага мы же понимаем прекрасно, что он играет в связке с Магнусом. И этот фарм будет постоянно идти понарастающей. Не, я о том, что она стоит, казалось бы, против Дагу. И все равно фармит почти, как Антимаг на фрифарме. Касательно Фантомки вопросов нет. Но вот глобально для команды это не так приятно. Пока что. Потому что Антимага никак не контролят. А с другой стороны, могут ли они его контролить как-то сейчас? Уже, наверное, нет. Ну, Брю мастер против него стоит. Ну, АМ с хорошим уровнем, поэтому... Когда шестой будет у Брю, потянуть туда, например, Спирита СФа, как вариант. Ну, это тоже очень затратно. Так, посмотри на Крипстат. Там уже пару рейсбендов, там ПТ-шка где-то на подходе. Антимаг уже не такой уж несчастный. Ну да, да. С артефактами все в порядке у Мейджа, поэтому действительно, забрать вы его не сможете. Сам Хэстеджи Роттон очень часто без маны стоит. Хотят убить Хэстеджи Роттона, Пексу подходит. Всю ману выжиг Мейдж. Боль на Хэстеджо. И бодиблок еще от Пексу. Легко. Очень легко было. Без вариантов для Хэстеджи Роттона. У него тут варда нет. Он понятия не имел, что к нему с тыла забегают. На Мадару снова выход. Ну, Мадару продают, откровенно говоря. Забивают периодически на него. Понимаю, что у вас достаточно богатый антимаг. Хороший темповый бетрайдер может получиться. То есть раннее лассо, ранняя агрессия. Не так далеко будет от даггера этот герой. По золоту тоже у него должно быть все хорошо. Поэтому Мадарой жертвует. У того не самый крутой фарм. Плюс он умирал много раз. Но в то же время, посмотри на крипстат. У него ничего не было. Вообще ноль практически было крипов. И только перетяжка в центр двух героев. Он уже 20 имеет. Просто вот сколько их там не было. Ну, минуты полторы, там две они бегали. Все. Он уже такой же крипстат, как у бремастера имеет. Притом, что он начинал с двух смертей. Тем более уровень растет. Легче ласт хитить, становится под эмпауэром хорошим. Самого хорошая тычка с руки. Плюс хилл появляется. Фантом Ассасин, которая контактная. Не всегда хочет подходить, бороться за этих крипов. Денайте их. На Мадару врываются. Снова убивают его. Очень просто справляются с Мадарой. Вариантов под сейва ноль. Мы это понимаем. На скьюри магнус. Мочь тебе не может. Это Бэтрайдер хотел прилететь по мочь и отменил телепорт. Понял. Бэтрайдер с мида. Хотел сместиться. Бэтрайдер заходит за Т1 вышку. Возможно, сейчас выйдет на черного. Брайл. Седьмой уровень. Уходит в лес. Здесь Бэтрайдер. Привет. Поливает стики напалмом. Надо больше поливать. Лассо. Он хочет лассо выдать. Можно использовать. Да, еще и плеймбрейкдейл. Надо еще раз полить. Брайл. А Брайл живет. На самом деле Брайл живет. Главное от огонька отойти немного Брайлу. Да, все он понял. Дал несколько шадоу рейзов. Один. Это тоже несколько. И забрал. Наконец-то Кезу. Ответил за все эти обиды. Ну и все типуют Кезу. Ну что это такое? Что это такое? Кто-то, мне кажется, от Санта не получит подарки. В этом новом году. Нельзя сказать, что прям совсем хорошо. Себя вели. Опять атака на Хэст и Джо. Пока урона не хватает, он пытался там стик. Я так понимаю, манга тоже он прожал. Но сразу удар был от мейджа. И в итоге добьет его сейчас. Я не уверен насчет манга. У него раньше был манга в инвентаре. Может он его прожимал, может нет. Он тогда его нажал, чтобы сидр дать. А, понял. Когда его убивали. Все, когда предыдущий момент. Да. Окей, я понял. Значит, просто стики нажал. Потому что мана тоже восполнилась только что. Понял. Спирит. Выдвигаются в вражеский дополнительный лес. Здесь, я так понимаю, провардили предварительно. Да, это вард уже стоял. А чего ждем? А, ждем, что кто-то будет ТП делать сюда. Или что-то в этом духе. А, или просто такой вот ганг интересный может получиться. Потому что сами игроки веги решили подраться. Причем весьма неплохо они так придумали. Мадара наконец-то поучаствовал хоть в каком-то убийстве. Они просто смерти. Бивера тоже сожгут. Мадара под ударом Хеста Джиротана. Щелкает его от Даггера Скиттер. Ну, Даггер Скиттер не лезет дальше. Понимаю, что команда уже потихоньку отваливается. Вот сейчас Кезу отделился от компании. На Кезу можно прыгнуть. Прыгает Скиттер. Есть двойное убийство для Фантом Ассасин. Классно. Антимаг, конечно, все это время фармит. Но убийство собирает Скиттер. Дополнительных 400-500 монет за драку. Весьма-весьма полезно. Ну, скажем так, сами решили Вега в эту драку вступить. Ничего не предвещало беды для них. А что Хеста Джо планирует? За руной пытается повоевать. И руну не забирает Хеста Джо. Его оглушили. И из-под носа руну увели. И две мейдж забирают вверху. Одна руна вновь для Спири. Три-один. Второй раз к ряду. Антимаг, мне кажется, сейчас в небеса улетит по Нетворцу, когда мы его увидим. Он будет космический, это правда. Он будет космический. Фантомке отстает. Ну да, Фантомке мегакилл, если что. И Крипстат у нее немного меньше. Так что Фантомка тоже свое получает. Вопрос, насколько на дистанции это будет идти. Потому что Фантомка Фантомкой, она очень темповая. Но Антимаг под Магнусом, он будет ее пережать по фарму. Это факт. Если ты будешь постоянно убивать, конечно, агрессировать, не давать Антимагу фармить нормально, то тогда варианты есть. Ну, у вас хорошие варианты, чтобы игру не затягивать сильно. Наличие Чена, это раз. Наличие Брюмастера, под которым вы тоже хорошо и драки проводите. Он не так артефакто зависим, как остальные герои. И, конечно, с Крипами, с Шадоу Финдом можно идти. Быстро толкать линии, быстро идти пушить, не давать просто Антимагу выходить в лейд. Фантом Ассасин набирает те же артефакты, да, с таким же темпом, как Антимаг, но артефакты ей нужны более дешевые, нежели АМу. И знаем, что АМ требует каких-то 25 минут, чтобы... Ну, может быть, а может и не быть, потому что она собирает себе тоже БФ, так что ситуация более-менее равна. Да-да-да, она тоже БФ берет. Там есть Магнус, который позволяет тебе вообще БФ не собирать. Ну, в любом случае, думаю, будет брать, потому что тут... Ты же не будешь мне говорить, что будет бегать Магнус за Антимагом, он не может себе это посмотреть, пожалуйста. Нет, ну здесь может, вообще может. Но здесь вот может. Да все равно, понимаешь, ты не можешь играть... Ты играешь 4 плюс 1 с Антимагом чаще всего, в любом случае. Ну да. Ты же не будешь таскать двух героев. Я вот, я знаю, и Каспер очень часто эту теорию развивает, я даже хотел, будет время, поговорить о ней немножко. Ну, сейчас вот после этой драки, я думаю, время у нас появится. Пока Ultimate Brewmaster разобрасывает камушек по Мадаре, Пексу тоже подконтраливают слегка. Пексу бьют, на нем еще и медалька висит. Это чья такая медалька, интересно? Наверное, Чен приобрел себя, не знаю, не видел. Пексу забирают, Хастаджо первое убийство совершил, Бивер сгорит от Киазу, Мадара до сих пор жив. Ну вот Мадару в итоге оставили и стали бить Свена. Прожатый Ultimate Brewmaster, все это в пользу команды Vega Squadron, определенно. Да, а у кого медалька, простите? Я не обратил внимания, у Спирита там медальку вешал Чен, наверное, да? Пожалуй, Чен. Да, Чен. Все, посмотри, голый медальон. Красиво. Весь голышом бегает, просто медальоном немножко закрывал. Ну там, не знаю, что он перекрывал. Да, давай поговорим, ты хотел поговорить. А, да, что за история о том, что Магнус обязательно должен быть привязан к Антимагу? Антимаг за один Эмпауэр вырезает весь свой лес, делает круг по карте и возвращается за новым Эмпауэром сам. У него три секунды блин, рейндж громадный. Ты совсем так играешь на Антимаге. Я так. Это немного ошибочное мнение по той простой причине, что игра Антимага, она не от леса строится. Игра Антимага строится от линии, где находится твоя команда. То есть, например, твоя команда играет там в нижней части карты, ты играешь тогда в другой части карты, в верхней. И вообще надо всегда фокусироваться Антимагу на пуше линий в первую очередь, а потом уже на лесных крипах и так далее. То есть, ты фармишь лес, когда, например, ты боишься показаться на линии. Но если твоя команда играет агрессивно четвером, например, на другой части карты, то ты будешь отдельно находиться один и подпушивать другую линию чаще всего. То есть, паттерн Антимага очень простой. Ты подпушиваешь линию, идешь фармить лес, подпушиваешь линию, идешь фармить лес. Выходить на линию, когда твоя команда не проводит какие-то действия, ты не видишь героя вражеских, тоже нельзя. Просто один Эмпауэр для Антимага — это там три-четыре кемпа леса и пару кемпов на линии. То есть ты реально линию очень сильно отталкиваешь. Да, но если ты в этот момент находишься через всю карту от Магнуса, а скорее всего так и будет, то скорее всего ты не сможешь получить новый. Да и плюс ко всему, не стоит забывать, я вчера уже это рассказывал, что таким образом стакается клиф, что тебе будет плюс. Амплифай урон имеется еще дополнительно. Когда там, например, клипы Чена, когда там идет Магнус, который стягивает команду вместе под ультимейт. Иметь больше 100% клиф — это хорошо, потому что что больше 100% будет в конусе амплифайд по другим героям. Так что это в принципе неплохо. Я не к тому, что ему не нужен вообще БФ, но мне кажется, что все-таки антимаг не так сильно привязан к Магнусу, как кажется со стороны. Тут все от игры зависит. Игра и игре рознь. Вот и Battle Fury для антимага. Герой требует в любом случае ХП, регена, мана, регена. Кто хочет четко и круто ознакомиться с игрой на антимаге, именно паттерны передвижения, советую посмотреть видео, на ютюбе есть точно, от Банана Слем Джема. Он очень хорошо объясняет, как двигаться на антимаге по карте, какие твои основные цели. А кто хочет посмотреть, что в целом можно выжать из антимага, можете посмотреть любой матч Миракла на антимаге. Ну да, но на самом деле самому, когда тебе не объясняют, немного сложнее просто понять. Это зависит от игрока уже, от уровня понимания. Просто тот же Миракл, я не помню, мы вместе комментировали или нет на квалификациях. Миракл, который абсолютно проигнорировал Battle Fury, за 14 минут Godlike набрал. Ну бывает такое. Через Владмир, Владмир, Монтостайл, все, по-моему, Владмир, ну, в рейсбэнде, ПТшка и Владмир. Это уже такое прям глубокое понимание героя, когда можно, что можно. Да, он абсолютно безошибочно сыграл, действительно, у него там 13 убийств, но смертей без каких-либо шансов. Хороший интересный ганг удался Спиритом, при том, что у них особо обзора там не было в той части карты, это вверху только что было, пока мы обсуждали антимага. Такой интересный ганг получился, и опять же не оставили они за собой там обзора. У них карта не видна, они видят только внизу, у них один вард на подходе в свой лес стоит, и все. Причем он такой специфический довольно. Больше видят Вега-Сквадрон, но пока что в центре атака на МНТ, он подтягивает Бивера к себе, прилетает в центр Мадара, RP идет от Maybe Next Time, и Мадара тоже уже здесь. Пексу подходит с тыла, выбрасывает оглушение и забирают Бивера. Четко сработано, Бутрайдер уже говорит, парни, смотрите, они бьют Рошана, я даю информацию, тут ДД появилось, Скитер забирает себе его, Киазу подлетает, Киазу взмывает воздух, Киазу видит Ромена Хеста Джо, Maybe подтянулся, но у него нет ультимейта, не забываем. И просто вырезает Пексу с двух ударов Скитер под двойным уроном. Да, 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 да. И у вас РПшка, которая нужна была в драке в Рошпите, очень неплохая вещь, еще один. Фраг делает Брайл с фракастами из Мадара. Классно скомбинили, летал в воздухе Мадара, потом у вас диспелили вниз, под ультимейт СФ все это получилось красиво. Maybe next time подходит, не хотят отдавать Рошана, а в Кезу не может приблизиться. Кезу не может приблизиться. Кезу не может приблизиться. Кезу не может приблизиться к Рошану, потому что сплэш работает, и Кезу куски от него отлетали. Под двойным уроном Скитер щелкал Рошана. Есть еще одно убийство. Конечно, ДД сыграл на руку. Сыграл. ДД и потраченный РП в Бивера. Слишком этот оверкил. Вот Бивер может просто похлопать сейчас и типнуть команду Вега Сквадрон за этот перерасход ресурсов. Я бы вообще сказал, что Бивер тут сыграл такую очень важную роль. Казалось бы, роль второго плана. Но на деле без нее бы вообще ничего не было в этой истории. Да, да, да. То, что в него выдали РП, очень важный момент игровой. А так вы реально могли, у вас два классных инициатора, вы могли начинать с Бэтрайдера, продолжать это все Магнусом, как обычно в драках бывает. Но извините, нет. Это яркий пример как раз того, как надо играть иногда, на саппорте четвертой, пятой позиции. Ты не можешь помочь нарушанию команде. Пойди, развлеки кого-то. Пойди, покажись там в центре, дай информацию. Скажут какие-то, может быть, неопытные комментаторы, что он нафидил. На деле он просто гениально сыграл сейчас. Он дал много информации своей команде. Он выманил РП на себя. Просто супер момент в исполнении Бивера. Да, да, да. И там РП с Кьюер. А с Кьюер единственная возможность. Вообще в драку было быстро ворваться Магнусом. Мы знаем, что это саппорт Магнусом. Ты видишь вот этот... Да, да, Шадоуфинт. Да, да, о нем говорил. Фобос. Или Фобос, или Магнус, кто-то из них. Фобос еще позавчера это упоминал. Уже мы такой даже билд видели. Да, мы в матчах наблюдали его. Но мы тогда упоминали, что как-то не хватало второго кора. Не знаем, как сейчас получится. Фантом Ассасин монстр превращается. Мейдж. Ой, как много урона в Мейдж. Это дает на него Грейв. Мейдж выпрыгивает пока из драки. ХП теряет и погибает от Бивера. Потому что Магнетайз продолжал работать. Минус Мейдж, минус Мадара, минус Свен и Кезу тоже в таверну. Очень странно себя ведут на самом деле вега в этой ситуации. Вы только что проиграли драку около Рошана. Вы знаете, что враг действительно силен сейчас. И все равно вы ходите подраться. Ну, возможно, рассчитывали на то, что без ультимейта Бримастера вот от его кулдауна сыграть хотели. Там реально был кулдаун. Оставалось еще секунд 15. Они выходили по таймингу именно кулдауна Бримастера. И Скиттер где-то дорезал последнюю живую персону. Maybe next time. Team wipe в разных частях карты. Т2 вышка в центре. То есть я могу лишь одной логикой руководствоваться здесь. Только одна логика мне видна, что они хотели подраться без ультимейта Бримастера. Мы уже думали распределяться по карте. Как-то будут там фармить, фармить, фармить. Один кто-то дефать Т1. Мы быстренько сделаем фраг. На деле получилось, что ультимейт Бивера оказался еще более опасен, чем ультимейт Бримастера. Нам не показали файт-рекап, но я думаю Бивер очень много урона внес. Как-то сами себе эту игру превратили в какой-то фарс. Ребята из Vega Squadron. Это драка с Рошана, которая особо-то ей, наверное, не нужна была. Можно попробовать просто украсть было, я не знаю. Либо вообще забить на этого Рошана, в принципе, не критично. Вторая драка сразу после него приводит к тому, что просто теряют ребят на ровном месте за минуты 3 или 4 паритет в этой игре. Да-да-да. И мы говорили о возможности не затягивать данную игру. Наличие Свена. Ой, Свена. Наличие Чена, конечно же. Наличие Фантом Ассасин. Не самый требовательный к артефактам. И туда же в копилку общую идет сборка Шадоу Финда. Шадоу Финд, который, кстати, берет, в отличие от того Шадоу Финда, не ауру на снос вышек. Он берет альтернативный. Амаз. Да, альтернативный вариант. Если ничего не имеют, там Амаз. Так и есть, да. Но он собирает грифсы. Они тоже очень хороши, во-первых, в масс-файте, во-вторых, в пуши. У вас всегда пачка крипов целая вместе с крипами Чена. И вы получаете... Это, по-моему, тот же набор героев. Там тоже был Чен, и там тоже были грифсы от Шадоу Финда. Что-то похожее. По-моему, это, может, спириты были, кстати. Не-не-не, это еще первая группа была. Я не комментирую. А, это группа была. Да, это была группа. Эту группу я не комментирую пока что. Первый раз комментировать приходится их. Точно, да. Это группа была. Манта стайл для антимага. Ну, в принципе, ну, не надо еще пока, да, ни в коем случае хоронить команду Vega Squadron. Все еще может быть. Играя с антимагом, с Магнусом, камбэки всегда возможны, всегда вероятны. Тем более, есть такой герой, который может вносить разлад в стан противника. Это Бутрайдер. Он может какого-то нового героя просто выключать из драки, пытаться. А параллельно работает Магнус с ультимейтом. И подбафанный антимаг может вырезать всю команду. Такой шанс есть. Но нужно понимать, насколько огромная фантомка сейчас. До сих пор есть агида у нее. И будет, я так понимаю, еще минуты полторы-две стабильно. Так что придется отдавать и тир-два вышку внизу, попытаться самим подпушить центр и вверх, что они, собственно, и делают. Плюс контроль карты. Контроль карты утерян. Был Vega Squadron. Пытаются они поставить варды в доп. Лесу противника. Прилетает Пексу на нижнюю линию, понимая, что на варде где-то в лесу показался желтенький герой. Это был Ирспирит. Вот этот вард, который стоял достаточно давно уже. В основном Лесу у Спирит. Он свое сыграл только что. Заданали вышку. Но это последний внешний тавер. Линии все открыты. И не будем забывать, что Т3 тавер тоже был уничтожен. Ирпексу под... Ой, далеко Скиттер пошел. Есть Аегис. Вся команда Vega Squadron уже перетягивается сюда, чтобы попытаться забрать Фантом Ассаси. Но даже первый раз не забрали Скиттера. Не сбили Аегу. Подходит Брайл, дает грифсы. То с Пексу случилось. Почему он не стал глушение давать? Вот я, к сожалению, не знал, у него там был кулдаун. Не был. Может, еще кулдаун был на Хаммере. Но, по-моему, вот после такого лассо сразу дать Хаммер, не дать ему нажать Фантом Страйк. Ну, вообще, да, продлить можно было. Я просто не уверен, что у него не было кулдауна. Вот в чем вопрос. Я, к сожалению, не видел. А в кого он тогда? В крипов его потратил? Он до этого давал. Он до этого давал оглушение вопроса, или оно успело восстановиться. Да точно успело. Он в ПАшку не давал. Когда вниз летел, он не дал Фантом Ассаси. Она на Брюр прожала и ушла. Там не был выдан Шторм Хаммер. 1300. 1300. Такое спексу должно было случиться и в прошлый раз. Просто криты не прокали у Фантомки. Да, да, да. 1300 крит был только что. Это жестко. Подпушивает нижнюю линию Брюмастер. 15 секунд. Ну, в принципе, Свен не страшная потеря такая для них совершенно, потому что Свен быстро появится. Но все равно такой момент неприятный, что вас зажали на базе. Кроме Антимага. Да, в центре Дазла. Да, видят, тот пускает Некрономиконов вперед. Антимага и шипский поет в центре. Смотрите, там Крипов отпушил и сразу отпрыгивает. Причем вард поставили для Антимага очень приятно. На этом варде будут видны все телепорты на святыню. Так что спасибо саппортам. Ну, Скиттер пошел нижнюю сторону отпушивать. Кстати, Фантомка видно не будет, потому что она в Блюре пробегает. Есть нюанс, так сказать. А я Антимаг. Они сейчас могут встретиться. АМ не показывается. Манта ставил Battle Fury. Не хочет ли подраться? Ну, АМ прячется. АМ понимает, что никого не видит на карте. Слушай, ну, крутой момент на самом деле. Очень крутой момент, потому что прям в воздухе напряжение висит. Прыжок. Есть прыжок. И да, наконец-то Антимага вышла. Щелкнули Антимагу, половину ХП съели. АМ тут же отпрыгивает. Мэнч не тратил. Снова крит прок. Не тратил блинг, чтобы сейчас уйти. Ну, конечно, не такая быстрая Фантом Ассасин, как Антимаг. Надо доехать на Фантомке. Надо. Догонять Антимага. Нет, конечно, это все, я шучу. Это нереально. И рефрешер желательно еще. Да, да, да. И рекол. Есть рекол. Фантом Ассасин полетела к команде и будут пушить нижнюю сторону. Оттолкнули нижний верхний лайн, чтобы иметь возможность подраться в центре или внизу. Ну, и две линии подпушены. Знаешь, так тоже просто не зайдешь. Без эгиды так точно. Потому что Бутрайдер тот же, как я уже упоминал, очень опасен в обороне для команды, которая заходит. И Магнус, естественно. Поэтому так просто заходить на ХГ никто не будет. А Ягу они же вообще ни во что не разменяли. Она просто протухлая. Она должна была уже закончиться на Фантом. По таймеру, да. По-моему, в драке никакой Фантом не потерял. Не-не-не. Вот ее тогда, когда потянули, она не пропала. Ну, то есть она не умирала. Она просто сделала Фантом Страйк и ушла. Они не тратили. Моя девочка. 200 Костроим дополнительно для Чена. Что мы имеем? Мы имеем подпушенную линию постоянно от антимага в верхнюю. Туда пока не часто смещается спирит. Только Фантомку отправляли на отпуш. Центр и низ контролируют уже спириты. И стоит сказать, что вот этот вард, он реально сейчас дает слишком много. В идеале нужно сейчас кому-то из спиритов пробежаться, этот вард бы разбить. Тогда бы они были намного более неожиданны для оппонента, для антимага в частности. Слетает с ним блюр. Видят телепорт от желтого. Это R-спирит. И все отходят. Да, надо кому-то вард разбить. Надо просто там поставить синтрики. Ребятам из спирит. Чтобы вот так вальяжно антимаг не продвигался. Они не верят. Мне кажется, они просто не верят, что там так глубоко можно было поставить этот вард. Да, они просто не играют в той части. Им плевать. Они приходят отпушить туда и все. Но в идеале вот можно еще подлавливать там героев, если у врага не будет обзора там. Айм переместился вниз. Так, появляются гривзы и у Веги. Это Мадара. Приобрел. На Дазли. Ни крана Дазли не гридится, да? Это вторые. Ну, ты берешь первые, потом собираешь гривзы, потом флоты, которые тебе нужны, и только где-то очень-очень поздно. Или за редким исключением, когда там какой-то жуткий пуш намечается, можно попробовать. Суть, в принципе, в Бэджу-Джу. Сейчас вообще некры не грейдятся, потому что и так первые некры довольно сломаны. Ты очень быстро с ними фармишь. Их, по сути, просто для фарма покупают сейчас. Я понимаю, да. Да, но если мы говорим о каком-то, возможно, сильном пуше, то, ну, бывает такое, что после гривзов даже могут загрейдить некров. Чтобы, если диспел, например, нужен тебе, вот важен диспел тебе. Тоже можно замаксить некру до третьего уровня, чтобы этот диспел получить. Тем более на Дазли, у которой без кулдауна их почти вызывает с Бэджужу. Так, Фрошан скоро появится. Второй таймер идет. И антимаг, обрати внимание, время действительно идет, линии не упали, а М наступает на пяточки Фантом Ассасин. И все преимущество, которое вы получили, вы пока ни во что не реализовали. Вот плохая игра это для антимага в том плане, что один слот придется тратить на МКБ. Вот в идеале ты должен покупать здесь МКБ против Фантомки, чтобы не было никаких проблем в драке с ней. Но тратить один слот антимагу, тем более на ранней стадии, вообще не хочется. Тем более логика антимага, обычно сборки. Я переживу, если меня будут гангать, я буду сплит пушить. Если ответ да, тогда ты собираешь какие-то слоты уже агрессивные. Если ответ нет, то ты собираешь статы еще, чтобы выживаемость какая-то давалась дополнительно. Здесь так получается, что у него вроде есть выживаемость, но ему приходится вот этот проклятый МКБ собирать, если он хочет убивать Фантомку в драке. Либо же просто ее как-то по ОЕ цеплять под ультимейтом Магнуса. Опять двойной урон под Рошана, под потенциальную драку. За этого Рошана. И ДД опять может злую шутку сыграть. Скитер еще больше слотов набирает. Это какой-то шок-контент, когда на двух Рошанах просто появляется ДД. Это ненормально. Ну мог антимаг туда прийти, взять ДД и точно так же забрать Рошана. Конечно, не точно так же, но все равно. Вы же не контролируете его. У вас там нет вижена, вы не контролируете Рошана. Ну вот, за это вы и поплатились. Дождались ДДшки. Чен наступил на нее, позвал Фантом Ассасин, забрали Роху. То, чтобы они и могут контролировать. Вега, да. Вега даже не контролили ее. Но вы пожинаете плоды пока своего отставания. Нижнюю сторону пушит антимаг плюс Магнус. По центральной стороне с двойным уроном все еще действующим заходит Скиттер. Пока избивает половину Миричного Барака. Оттягивается еще и Брайл. Прыгает очень далеко Хеста Джеротт. Во-первых, клэпит. Во-вторых, выдает Сидр. И в-третьих, еще успел разультиц Мадара. Его вообще не было в драке. Не почувствовали. Бежит дальше Бестмастер своими духами. И выгоняет Бэтрайдера. Поэтому инициировать совершенно никак не могут. Антимаг параллельно пьет Тир-3. Антимаг пушит тоже Тир-3 вышку. И Бараки он ломает. Ломает. Да, и милишный, иранжоу. Минус сторона. Минус сторона. И возвращается к команде. Потому что ультимейт закончился у Брюмастера. Можно попытаться подраться. Кезу врывается. Ирп по-трое надо бить. Решет, решет, решет. Да, и он может забрать его на самом деле. Никто ехать. Ели с мейджа. Там Брайл параллельно просто еще ульт поставил. Но под Грейвом все еще работал. Только сейчас били Айгис Фантом Ассасин. Но умер уже. Не умер. Отпрыгивает назад. Точнее, антимаг. Умер Бэтрайдер. Умер Свен. И Аэм. Как же это больно-то. Не может пока ворваться в драку без поддержки. Контроля нет никакого. Аэм самостоятельно не такой уж и байдинец. Я за такой фантомкой, честно говоря, заскучал уже. Потому что у нас какие-то фантомки на этом турнире были абсолютно провальные. Просто по 20 минут проигрывали. 20 минут игра и проиграл. Я думал, тут проблема. Нет. Production. This is production. Как хорошо, что начинаются они с одной буквы. Так. Ну, без низа будут играть ребята и одни, и другие. В принципе, антимаг уравнял эту линию. В центре преимущества сохраняется Успирит. Но в целом можно сказать, что антимаг проделал неплохую работу. В принципе, защита удалась, скажем так. Да, минус две стороны удалась. Да нет, ну, тут смотря как посмотреть на ситуацию. У врага сырый гида. Если ты при этом выживаешь и ломаешь стороны им в ответ. В целом это очень неплохая оборона получается. Ну, если опять же сравнить с тем, что мог игру проиграть просто. Ну, в целом да. Да. Подпушили верхнюю линию. Там диск появился у брюмастера. Окей. Ну, это, кстати, неплохой вариант против Битрайдера инициирования. Там стронг диспел против Магнуса его ультимейта. Можно сразу будет самому ультануть, если тебя инициировали. То есть можно как-то самому даже на героя подойти, там, сыграть агрессивно, как сейчас он делает. Если кто-то его вытянет на ультимейте, Битрайдер, например. Можно просто диспелить диском и ультануть. Все. Диск. Ульт. Ну, Кезу не прочекал. Я уверен, что Кезу не прочекал просто, что у него диск. Вот и все. Кезу просто этого не видел. Он не должен был ни в какой ситуации здесь ультить в брюмастера. Разве что ультить в брюмастера и увозить его в другую сторону от команды. Не к своей команде, а в другую сторону. Ну, либо он просто не чекал, я же говорю. Забрали Хестеджи, даже форму не смог пережить. Да, но здесь мега-крипы будут. Ну, надо прыгать. Магнус в РМН только выдает РП. Скиттер продолжает нарезать. Триплкил уже для Скиттера. Антимаг прыгнул, сразу же решил уйти назад. Летит кортик в спину Мейджу. Тут еще и под грейджиной урной уходит. Ну, никакой возможности нормально подраться нет. Скиттер молодец в этой ситуации. Когда Магнус прыгал, Скиттер нажал фантлив страйк своего товарища. И он оказался не под действием РП. Все, минус Мейдж. Минус Мейдж, нету байбэка у этого героя. Ну, доигрались. В итоге доигрались. Ну, не знаю, исправила бы ситуацию, если бы ультанул кого-то другого у нас Кезу. Может быть, исправила бы. Но я сомневаюсь. Все равно вот этот пуш, он бы шел-шел очень нагло.